Все ребята, которые занимаются, первое, это сильные, воспитанные и добрые люди. Ну, мы там что-то швыряли друг друга, как бы прикрыть, а потом делаем карате опять. А за нами стекли, потому что стекла видны, и пришли и сказали, ребята, все, карате закрыт. Ну, мы шли в другое место. Меня сейчас уже интересует, а что останется после меня? Мне осталось уже 32 года. Эти бойцы способны дать отпор любому благодаря собственной внутренней энергии. Речь идет об одном из самых популярных видов восточных единоборств – карате-до. Мы практичаем карате традиционально для шанта, мы не будем прогрессивить, мы практичаем для аппарата. Карате традиционально – это карате-до, да? Как у нас есть путь в дуе, он тогда в крещере. Для нас карате означает «вияца». Смысл – это побеждаешь себя, кому угодно дашь, как-то за счет, себе не дашь по зубам. Но увидишь, чему ты достиг, оказывается, человек настолько интересный в созданиях, что ты изучаешь себя, изучаешь, и еще есть, и есть, и есть. Традиционное карате появилось на острове Окинава, который расположен практически в равном удалении от Японии, Китая, Тайваня и Кореи. На нем дважды за период с 14 по 17 века вводился государственный запрет на ношение и хранение оружия. Нарушение запрета сурово каралось. Подобное положение вынудило население острова искать средства самозащиты без оружия. Объединив лучшую технику военных единоборств, окинавцы быстро сформировали высокоэффективное искусство самообороны, дающее возможность безоружному человеку на равных противостоять вооруженному противнику. Традиционное карате – это, например, 50 килограмм, 40 килограмм, 40 килограмм, 40 килограмм. Карате стало одним из первых восточных единоборств, появившихся в Молдове. Попытки обучиться ему были предприняты еще в 70-е годы, но профильная федерация была зарегистрирована лишь в 1990 году. На данный момент у нас в стране карате является одним из самых популярных видов восточных единоборств. Это 12 клубов в Молдавии, в принципе, во всех регионах Молдавии. Три клуба в Кишиневе, около 2000 занимающихся карате. И, естественно, как все федерации, каждый год у нас проводятся чемпионаты. Чемпионаты Молдовы. Мы, естественно, являемся членами международной федерации традиционного карате. Мы участвуем в чемпионатах мира, в чемпионатах Европы. Пик популярности карате в Молдове пришелся на конец 80-х, начало 90-х. Тогда секции были переполнены. Сейчас каждый в нашей стране знает об этом единоборстве. Но, как мы выяснили, многие сомневаются в том, что оно еще у нас развивается. В Молдове есть карате? Я не смогу. Не знаю, не знаю. Карате? Ну, я думаю, есть. Есть каратная федерация, я так думаю. Я не знаю. Это политический вопрос? Конечно, есть. Сплошь и рядом. Карате? Конечно. Конечно? Да, есть. Ты осталась? Конечно. Не знаю, может быть. Не могу сказать. Не знаю, не знаю. Не знаю. Осталось, мой друг занимается каратой. Думаю, что нет. Посещения снизились. Но я вам скажу честно, что снизились во всех единоборствах. Потому что чем времена спокойнее, тем меньше люди занимаются. Потому что им нечего защищать. Потому что их защищает государство, защищает правоохранительные органы. Но, в принципе, мы самая большая федерация, и мы себя очень комфортно ощущаем. Достаточное количество занимающихся. И популярность, в принципе, на данном уровне, я считаю, велика. У молодежи сейчас очень много соблазнов. Вот многие даже есть ребята, которые в районах тренируются. Все, пришли в Кишинев, пошли учиться. А тренировки уже не будет. У нас всякие бары, мары, все, что там есть. Очень много соблазнов. И молодежь запутывается. Тем, кто не уверен, существует ли в Молдове каратэ, советуем посетить чемпионат страны по этому единоборству. И увидеть полные залы юных бойцов в кимоно. Очень много детей занимаются. Антон Сергеевич занимается 30. В принципе, так, наверное, во всех клубах по 30-40. То есть, когда проводится чемпионат Молдова, а это уже на них выступают подготовленные или более-менее подготовленные ребята, ну, человек 150-200 выступает на соревнованиях. Это достаточно объемная аудитория. Зал, в принципе, забит участниками. Помимо большого количества детей, в секциях каратэ можно встретить людей самого разного возраста, вплоть до 70 лет. У нас занимаются от мало до велико. Вплоть до того, что у нас судьи сверховного суда тоже приходили, занимались, то есть взрослые люди, которым там 50-60 лет, спокойно себя чувствуют. Потому что каратэ из-за объемности, которую оно имеет, оно позволяет заниматься и для здоровья, и готовиться к соревнованиям, и готовиться к боям бесправл. Все, что угодно. Ты можешь для себя найти в нашем виде восточных добросов все, что угодно. В каратэ нет ограничений и для слабого пола. С макияжем на лице хрупкие и нежные создания на равных тренируются вместе с мужчинами. Для них не главное научиться постоять за себя. Здесь они воспитывают в себе дух бойца, улучшают здоровье и поддерживают фигуру в идеальном состоянии. Да, ну, нормально, абсолютно ощущаем. Бьем, как мужчины. Я шучу, конечно. Не бьем, но нормально они себя комфортно ощущают. Каждый находит свое место. Я пришла в каратэ с детства. То есть это получилось совершенно случайно. И получилось так в один период, что я забросила, потому что там университет, учеба. И пыталась заняться чем-то другим, ну, чтобы больше подходить к девочкам. Там шейфинг, аэробика. Но, как оказалось, после того, как я попробовала каратэ, я просто не могла понять смысл той же аэробики и шейфинга. И с точки зрения духовного развития мужчины и женщины, они как бы на одной ступени находятся. То есть, что мужчина должен познать свой организм, свое внутреннее яд, что женщина. Что касается женщин, то здесь не все так страшно. То есть, женщина абсолютно не травмируется. Что же находят все эти люди в каратэ, и чем их вид единоборств отличается от других? На этот вопрос каждый из бойцов может назвать массу причин, побудивших выбрать именно данный вид единоборств. Развивает реакцию уверенности. То есть, я, допустим, как девушка, чувствую себя намного увереннее, потому что я знаю, что я смогу среагировать в какой-то трудный момент. Смогу, ну, даже постоять за себя. Все ребята, которые занимаются, первое, это сильные, воспитанные и добрые люди. То есть, это люди, на которых можно положиться. В любой области, в которой бы они себя не реализовывали, не добиваются высшего уровня в этой сфере. Благодаря чему? Я, в принципе, тоже об этом думал. Значит, техника каратэ, она разнообразная. Она настолько велика, что, в принципе, познать все, просто познать как схему невозможно. А еще это, как бы, довести до совершенства. Для этого нужны годы. Так вот это систематизирует такой объем информации. Это нужно быть умным человеком. И когда ты систематизируешь такой объем информации, систематизировать в любой другой области, меньше объем информации не составляет никакого труда. Вот благодаря этому наши ребята, в Деньсе, становятся, ну, очень, очень уважаемыми людьми в тех, в тех областях, в которых они находятся. Мало кто занимается каратэ для спортивных достижений. Хотя на мировой арене наших бойцов знают все. Они не раз заявляли о себе на чемпионатах мира и Европы. Единственное, что пока не удалось сделать, так это завоевать золотую медаль на одном из этих первенств. Субтитры создавал Деньсе, На последнем чемпионате, значит, Бразилия прилетела чартовым рейсом. Их было 60 человек, поляков было человек 60, украинцев человек 40. Значит, мы вышли на четвертое место. Такая же ситуация была на последнем чемпионате мира. Мы вышли, приехали с медалями тоже в составе шести человек. Поверьте, для Молдавии, для такой крохотной страны, это, ну, в принципе, очень серьезный результат. Нельзя приписать к спортивным достижениям бои на улицах. Но многим каратистам приходилось применять свою технику в жизни. И, как оказалось, она очень эффективна. Никто этим не гордится, ведь философия не предусматривает нанесение вреда окружающим и даже на тренировках отрабатывается бой с воображаемым противником. Философия, которую мы, которая дает каратэ, она, как бы, тебя не поталкивает к этому. Но, когда приходилось, не только мне, многим нашим ребятам приходилось, у нас много наших ребят в правоохранительных органах, очень много в охранных агентствах. И используют эту технику на высшем уровне, в принципе, довольны даже до того, что вот у нас есть один парень, он просто пришел, поклонился, то есть, я говорю, смотри, я имел, ну, у них на хранных структуре, я имел, наверное, 80 уличных поединков, я ни разу не ударил, не успевали просто. То есть, реально оно работает, но это не самоцель. Ну, была ситуация, я училась в университете, это как раз был период, когда я забросила каратэ, это был, я уже года 4, наверное, не занималась. И как-то я возвращалась домой, это был вечер, я училась после обеда. Вот, и ко мне, ну, подошел пьяный молодой человек. Ну, естественно, что он хочет от девочки? Разнакомиться, пообниматься, ну, он был такой неприятный. Вот, и как бы, когда он захотел меня прижать к себе, я как бы сблокировала его руки, и он от меня как бы отскочил, испугался. И, воспользовавшись там секундами замешательства, я просто быстро удалилась. Ну, как бы, я не стала с ним драться, но факт в том, что, допустим, девушка неподготовленная могла бы в этой ситуации, допустим, просто там закричать, запищать, и это бы не помогло, а больше бы его разозлило. Стоит отметить, что каратисты не агрессивные люди. Они бы и рады, чтобы ситуации, где необходимо применять физическую силу, было бы поменьше. Они хотят лишь развиваться духовно и физически, и чтобы их вид единоборства процветал. С крестом, разыратаем, как мы занимаемся каратэ в Дом Молдове, с удовольствием, безусловно, с предизволтанием, то есть люди, понимаете, что все практики каратэ. Существует, как здесь, видишь, донсесс, кумац, на уменьши, ката, киаи, по-другому, 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 по-другому. Ну, наверное, чтобы больше людей занимались этими, по-моему, интересными и увлекательными видами восточных единоборств. Это первое. Больше. И, естественно, конечно, хотелось бы, чтобы просто наше государство достигло каких-то экономических высот, чтобы, когда мы ехали на какие-то чемпионаты мира и Европы, мы гордились тем, что нас ждут, что какие-то премии. Я не говорю, нам не нужны деньги, но просто это факт от того, что ты, в тебе нуждаются. Вот хотелось бы того, чтобы уровень нашей, как бы, федерации или страны становился все выше и выше на международной арене. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok